Дарья Касаткина 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 И там уже сложно про какие-то вещи говорить. Там просто выигрывает тот, кто может быть чуть-чуть лучше готов, чуть-чуть больше, ну не то, что хочет выиграть, а готов выиграть. Вот я сыграла чуть более агрессивно на тайбрейке. И, наверное, это был ключ к победе. А готов вы имеете в виду технически, тактически или ментально? Ментально. Тайбрейк в третьем это уже ментально, потому что обе плюс-минус одинаково устали, плюс-минус одинаковое количество мячей, ударов сделали, поэтому там уже все чисто про голову. Ну, чтобы не затягивать, долго вас не задерживать, последний и заключительный вопрос. Мы уже в прошлый раз с вами поговорили немножко о пузыре и всех неудобствах с ним связанных. Вот несколько слов, если можно поподробнее. У вас вчера была автограф-сессия в необычном формате. И на разных турнирах уже, ну, на каждом турнире вот пресс-конференции происходит, наше с вами общение дистанционное. Насколько к этому привыкли и скучаете ли по живому общению с болельщиками и с журналистами? Если честно, да, скучаю. Плюс иногда вот онлайн все это тупит, и непонятно, какой вопрос, кто задал. Поэтому, конечно, живое общение ничто никогда не заменит, особенно с болельщиками. Я так скучаю по этим автограф-сессиям, когда детишки подбегают, они такие радостные, смущаются. Ну, это на самом деле круто. Я очень жду, когда снова можно будет проводить такие китс-дэи и автограф-сессии. А то, блин, не то, не то. Кстати, вот в Питере мне больше всего нравится комната с журналистами. Большие экраны, все так красиво. Но все равно ничего не заменит живое общение. Более мило и искренне на этот вопрос нельзя было ответить. Спасибо вам, Дарья. Мы тоже очень скучаем по личному общению. Удачи вам в следующих матчах. У нас в гостях была Дарья Касаткина.